Трансляцию из США. Бивол и Ковалев были в одном карде. Так и теперь. Эту тему мы поднимем позднее. Вот он, Дмитрий Бивол. Свой первый чемпионский пояс он завоевал всего в седьмом поединке на профессиональном ринге. Это было в 2016 году, в мае, в Москве. После этого защищал Дмитрий именно временную версию. А если брать именно полноценный чемпионский пояс, уже без всяческих приставок, то это третья защита чемпионского пояса по версии WBA в полутяжелом весе. По-хозяйски зашел Дмитрий Бивол в ринг. Отправился в свой красный угол. Повторюсь, действующий чемпион мира по версии WBA. И вообще, полутяжелый вес находится под российским контролем. Исключение составляет версия WBC. Легендарный Майкл Баффер и приветственное слово от маэстро. Флаг Малави за спиной. Айзека Челемба, это его родина. Сейчас, напомню, он представляет Канаду. Большой список причастных официальных лиц. Сейчас нам представят судей. Джордж Хилл и Рон Микнер. И в charge of the action at the bell your referee, Дэвид Франсиози. И теперь, давайте начнем это партия! 12 минуты боксинга для победы. Для членов Рой-жонсy of н. Он весит официально 175 литров. Его профессиональный рекорд – 25 побед, включая 10 больших побед, 5 побед, 2 выстрелы от Бландзайра в Малауи. Он – челленджер. Он – чемпион Айзен Голденбой Чилимба. Сколько голденбоев вы не пересчитаете в профессиональном боксе? Геннадий Машино, wearing black with red and officially weighing in at 174.6 pounds. His record – a perfect one. 13 fights, 13 victories, including 11 wins by knockout from St. Petersburg. Россия. He is the reigning, defending, undefeated. WBA light heavyweight, champion of the world – Дмитрий Бивол. Гоу! Ну, вы все слышали. Как приветствует Дмитрия Бивола зал в Atlantic City. Еще раз рефери. Боя на наших экранах и предматчивает инструктаж. Зал заполнен полностью. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол. Айзек Челемба. Айзек Челемба. Айзек Челемба. Считается, что Айзек Челемба – это наиболее серьезный тест в карьере Дмитрия Бивола. Предыдущий соперник Салливан Баррера тоже был хорош. Но все-таки специалисты отдают предпочтение Челембе как более опытному и более серьезному оппоненту. Что было с Салливаном Баррерой, мы помним. Бивол в прямом эфире Первого канала, ну, наверное, можно употребить слово, деклассировал кубинца и завершил этот бой красивым нокаутом. Ну что ж, Дмитрий начинает очень быстро, назовем это так, без раскачки. Сразу же начинает поддавливать. Финтит передней рукой. Очень много в свой стиль Дмитрий привнес из любительского бокса, но, наверное, пожалуй, одно из редких исключений, когда Дмитрию это нисколько не мешает, а напротив в высшей степени помогает. Безусловно. Ну, а если говорить о задачах Хайзека Челембы, то я думаю, что он попытается все-таки пережить, перетерпеть первую половину боя и затащить Дмитрия в поздние раунды. Все-таки у него, наверное, побольше опыта чуть-чуть на этих дистанциях. И у Дмитрия все-таки в длинных боях возникают моменты, когда ему нужна пауза. Здорово попадает Дима. Ну и с Боррерой тоже, мы помним, наступил такой период в середине боя с шестого по восьмой раунд, наверное, так, когда стало даже где-то тревожно за физический компонент, показалось, что устал Дмитрий. Да, тем более Боррера обладал плотным жестким ударом. Челемба все-таки в этом компоненте уступает, но Челемба повыносливее. Ну, еще манера Хайзека Челембы. Редко он идет вперед, как правило, это боксер, так называемый спойлер. Боксер, исповедующий не самую зрелищную манеру ведения боя, а больше думающий о защите, если уж совсем просто сказать. Здорово, справа Дима попадает. И мы слышим голос Геннадия Машьянова по печени. Плотный, хороший удар. И джебом в туловище. Отвлекает внимание Бивол. Отвечает Челемба. Очень хорош на ногах Дмитрий Бивол. Традиционно и приятно видеть это с первых секунд этого поединка. Я думаю, то, что Челемба сейчас не то чтобы пошел вперед, но начал акцентировать на туловище свои действия, он почувствовал удары Бивола. Видимо, Дмитрий попал, особенно вот по печени. Хорошее плотное попадание было. Плотно занял Дмитрий центр ринга с первых секунд. Обязательно, обязательно нужно раздергивать. Без финтов не подходить. Закончен первый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ БК ЛЕОН БК ЛЕОН БК ЛЕОН БК ЛЕОН БК ЛЕОН На ножку под канатом доставишь, начинай на ногах раздергивать. Дал по воздуху, да, все время под контролем. Дал ему махнуть по воздуху и сразу придавливаю его передней рукой. Подсел Дмитрий. И нанес левый боковой. Здесь джеб. И правый через руку. Здорово. Наверное, самое жесткое попадание первого раунда вообще в принципе. Ну и исчерпывающий инструктаж от Геннадия Машьянова. Все по классике бокса. И самое главное, Дмитрий умеет это делать очень здорово. Дмитрий сейчас использовал то, что несколько раз за бой очень хорошо использовал Сергей Ковалев в своем поединке против Челембы. Айзек иногда свою левую руку выбрасывает так немножко лениво. То есть в основном он делает это хорошо, быстро, плотно, но... Попал. Попал Билло. Загулял Челемба. Дмитрий хорошо держит дистанцию, не сваливается вот на бездумные атаки. И Челемба пока что, мне кажется, не пришел в себя на сто процентов. Отвечает Айзек. Да, здесь заигрываться, конечно же, нельзя. Опытный старый лис Айзек Челемба. Успокоился Билло. Понял, что соперник пришел в себя. И опять через руку справа. Да, использует этот момент. Читает Билло джеб соперника. И справа через руку наносит удары. Перекрывается Дима. Ну что ж, Челемба действует активнее, чем, наверное, мы ожидали. Чаще всего он вот именно в таком стиле действует. Я и сам боксировать не буду, но и сопернику не дам. Сейчас Челемба ведет достаточно активный поединок для себя. Левый боковой от Бивола опять прилетает в цель. Опять точно в подбородок. Серийная работа у Дмитрия Бивола, конечно, поставлена на высочайшем уровне. Если Дмитрий сегодня сможет победить досрочно, это будет очень серьезная заявка. Я думаю, что поскольку Бивол и Ковалев во второй раз подряд дерутся в одном шоу, наверное, ни для кого не должно быть секретом, что, очевидно, этих боксеров ведут навстречу друг другу. И если они продолжат побеждать, то рано или поздно их встреча состоится. Поэтому с таким интересом мы наблюдаем за этими противостояниями. В том числе. Как показалось, немного развернул ход поединка Айзек Челемба во втором раунде. Он поменял тактику. Он практически не отступает. Но при этом отметим, что каждый серийный взрыв Дмитрия Бивола приносит свои плоды. Отчетливые попадания, видимые и зрителям, и судьям, что, наверное, более важно даже. Это хороший, хороший второй раунд. Как в целом, так и для Бивола. Ну и слушаем угол Дмитрия Бивола. Не застреливайся, не застреливайся. По расслаблению свободно. Левый боковой, точно в подбородок, после которого повело Челембу. Не видел он удара. А удар, которого не видишь, он самый опасный. Итак, третий раунд. Ну и отметил Геннадий Башьянов те удары, которые у Дмитрия Бивола проходили наиболее часто. Правый через руку и левый боковой. Не чини то, что работает. Наверное, так можно описать установку перед третьим раундом. Ну и на руку Биволу, безусловно, идет тот факт, что Челемба работает активно и даже иногда работает в атаке, что ему может быть не так свойственно. Да, Челемба может пойти вперед, если он чувствует, что он имеет преимущество над соперником, что соперник тушуется перед ним. Но здесь явно не тот случай. Скорее, здесь Челемба может пойти вперед из реваншистских настроений в такой истерике, что ли. Что Биволу, конечно, на руку. Подергай, подергай. Но опять же, не будем забывать, что для Челембы это большой шанс. Это бой за звание чемпиона мира. И кто знает, будет ли такой шанс у него еще. Поэтому нужно использовать. Вот так, отсиживаясь в обороне, конечно, поединок сложно выиграть. Нужно все-таки переходить в атаку. Мы видим, защищается движением корпуса Айзек Челемба. Идет в клинч. Это тоже элемент, который Айзек, скорее всего, будет использовать. И, может быть, чем дальше, тем чаще, чтобы погасить атаки Бивола. Да, да, канатом и подергивай его. Ну, вот так расположен микрофон, что три комментатора сегодня в трансляции. Плюс Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола. Но зато иногда очень полезно слышать то, что говорят в углу. Ну, и Дмитрий, кстати, славится тем, что свой угол он слышит просто потрясающе. И моментально притворяет в жизнь все установки тренера. Очень хороший сдвоенный удар левой рукой был. Сначала по туловище, потом в голову. Опасно от Челемба выбрасывал правый апперкот навстречу. Но в этом размене все-таки попал Дмитрий. Да, лучше Бивол чувствует дистанцию. Челемба руки длиннее, но не достает. А Бивол достает. Ну, и бросается в глаза, что Дмитрий не закрепощен. И бьет расслабленно, жестко, сухо, что называется. Вот это его бокс. Двойка отлично от Бивола. Еще раз. Это его бокс. И Челемба идет в бой на встречных курсах. То, что нужно Биволу. Напропускал Челемба в концовке третьего раунда. Прилично напропускал. Пощупай, пощупай на руке. И Дмитрий все больше обретает уверенность с каждым таким выигранным эпизодом. Можно дышать. 10, расслабься. И концовка третьего раунда. Абсолютно четко за Биволом. Да, наверное, можно подвести некоторые итоги после трех раундов. Я думаю, что 3-0 в пользу Дмитрия Бивола. Без вопросов. Жаль, жаль, что мы не можем слышать Роя Джонса. Было бы очень интересно, что говорят. Но это Сергей Ковалев. Позади него Эгис Климос и тренер Аброр Турсун-Пулатов. Ковалев готовится к бою. Главное событие вечера сразу после поединка Дмитрия Бивола. Ну и, очевидно, посматривает в монитор. Следит за ходом боя Дмитрия Бивола. Двойка от Бивола. И после этого еще будет комбинация. Ну вот, кстати, от такой двойки ушел в нокдаун Салливан Баррера. Челемба пока держится. Но если будет пропускать часто, то и он может оказаться на настиле ринга. Итак, четвертый раунд. Бивол имеет преимущество. Хорошо чувствует дистанцию. Здорово подходит. Атакует. Комбинации работают. Установки тренера тоже. Причем, судя по всему, не только общие, но и такие ежесекундные. Начинает Дмитрий наслаивать свои атаки. Это тоже его одно важное качество, которое его выгодно выделяет среди боксеров данной весовой категории. Причем, если от первой атаки еще Челемба как-то защищается, то вот повторная через паузу, как правило, успешные выходят у Бивола. И мне кажется, успешные они потому, что Челемба пытается ответить и реваншироваться. Он пытается где-то даже навязать открытый бой. Это на руку Биволу. Если бы он действовал вот прям совсем в закрытой манере, то, конечно, у Димы меньше бы получалось. Ну и, наверное, даже где-то скажем мы спасибо Челембе, что он не в свойственной себе манере, но относительно ведет этот поединок чуть более открыто. Здорово слева. Челемба отвечает по туловищу. В попытке замедлить соперника, знаем, что именно удары по туловищу служат для этого, для того, чтобы забрать выносливость, сбить дыхание. Хотелось бы отметить прекрасную работу ног Дмитрия Бивола. Традиционно она хороша. И обратите внимание, как здорово после своей атаки Дмитрий отскакивает на безопасную дистанцию и по воздуху машет Айзек Челемба раз за разом. А я бы еще хотел отметить, что Бивол заставил Челембу сомневаться при работе джебом. Ведь Айзек сейчас так очень опасливо, да, быстро выбрасывает удары левой рукой, не акцентированно, даже просто вот как бы отпугнуть соперника от себя. Забить эфир. Скорее так. Что-то вроде этого. Очень опасливо, потому что у Бивола правая рука всегда на готове. И готова она прилететь точно в цель, точно в подбородок. Ну и посмотрите, как за счет челнока классического Дмитрий задергал уже несчастного Айзека Челембу к концу четвертого раунда. Левый боковой Челемба наносил, Дмитрий подставил руку. Ну немножко подуспокоились действия в этом раунде. Перестрелка джебами в основном сейчас происходит. Силовых ударов вот сейчас левый боковой от Бивола. Причем явно отрабатывали эти моменты, потому что у Челембы голова уходит вниз и Бивол бьет именно туда, где находится голова соперника. Уже прочувствовал, прочитал он алгоритмы и траектории движения Челембы, траектории в защите. Треть поединка позади. Напомним, что бой запланирован на 12 раундов. Задышал Челемба. Очень много работы по корпусу мы видим от Дмитрия Бивола. Ну у него вообще, наверное, одна из лучших, вот именно, он один из лучших с точки зрения комбинирования. Голова-корпус, голова-корпус. Зачастую боксеры забывают, особенно когда чувствуют момент, да, идти на добивание, чувствуют момент атаки, забывают о том, чтобы комбинировать и сосредотачиваются на голове. Причем даже боксеры высокого уровня. Бивол не забывает об этом. Кстати, Дмитрий на, ну не на пресс-конференции, а есть такое общение с прессой, да, когда боксер сидит за столом и пресс сидит вокруг него, в такой более уютной атмосфере, что ли. И Дмитрий сказал, что один из его любимых боксеров, это Шугар и Леонард. Ну, об этом уже давно известно, но Дмитрий отметил, что ему нравится, как Леонард добивает соперников. Он именно очень хорошо это делает с дистанцией, то есть, когда соперник плывет, он не набрасывается на него, а наоборот, старается держать вот эту дистанцию для того, чтобы был, ну, некий размах, да, для удара, для не сваливаться, не дать себя связать сопернику. И вот Дмитрий действует в этой манере, в похожей манере. Ну, пока ситуация в этом бою к этому не располагает. Не готов еще Челембо. К тому, чтобы быть забитым. Но момент был, когда его повело. Это уже звоночек серьезный. Опять, в основном, перестрелка джебами. Не усиливает прессинг Бивоула. После третьего раунда казалось, что, может быть, сейчас он начнет еще сильнее поддавливать, но как бы подотпустил соперника. Отдал ему пространство. Но я думаю, что это пока временное явление. Почти половина пятого раунда позади. Еще ни разу правую руку в этой трехминутке не подключил Дмитрий Бивол. Усыпляет бдительность. Но вот сейчас справа в туловище. А левый боковой. Челембо уходит на ногах. Финтит передней рукой Бивол держит практически у лица соперника. Здорово джебом попадает. Вот левая рука Дмитрия. Она постоянно держит соперника в напряжении. Постоянно готов атаковать. Причем скоростные качества позволяют именно этой же рукой после джеба наносить и боковые удары. Причем сдвоенные даже. Опять джеб в подвородок. Еще раз. Повторный. И по печени здорово Челембо попадает. Потом справа добавляет по корпусу. Да, передняя рука у Бивола работает значительно лучше, чем у соперника. Глядя на Челембо утверждаешься во мнении, что планом команды «Маловица» было затащить Дмитрия Бивола в поздние раунды и уже там что-то попробовать придумать. Но многовато к этому моменту напропускал уже Челембо. Хотя уставшим, изможденным совершенно не выглядит. Пятый раунд позади. Выносливость Челембы – это, наверное, один из главных его козырей. А это Элидер Альварес. Соперник Сергея Ковалева. Для Альвареса самый большой, самый важный на данный момент поединок в его карьере. Бой за звание чемпиона мира. Долго-долго он ходил в претендентах на бой с Адонисом Стивенсоном. Но у них один промоутер, и тот удерживал два года Альвареса от этого чемпионского боя. Альварес уже, ну, видимо, действительно решил, что достаточно ждать. Нужно драться за титул. И согласился на бой с Ковалевым. Итак, шестая трехминутка. Айзек Челемба и Дмитрий Бивол. Предыдущие два раунда прошли в основном в перестрелке джебами. Боксеры редко пользовались силовыми ударами. Правую руку так вообще подключали. В единичные эпизоды. Но, правда, сейчас Бивол. Поймал соперника. Правда, удар вскользь прошел. Вот есть ощущение, что Челемба чуть увереннее себя чувствует. Как-то вот взгляд у него стал более такой, ну, не то чтобы осмысленный, но более заточенный. Он как будто вот цель, она была сначала размыта, непонятно, малодосягаема. А сейчас он более четко видит эту цель и более сосредоточен. Почти половина боя позади. И пока в каждом компоненте российский боксер выглядит значительно лучше своего соперника. Работа на ногах, работа передней рукой, справа и комбинаторика, вариативность атак. Хорошая двойка от Бивола. Но, правда, удар справа прошел мимо. Челемба уклонился и ответил ударом справа по туловищу. Джеб сдвоенный. Сначала в голову, потом в область живота. У Челембы, кстати, защита очень высоко поднята. Я думаю, что это хитрость, на которую рефери, кстати, не обращает внимания. Ему бы пониже чуть-чуть ее опустить. Она прям защищает очень здорово и печень, и область желудка. Согласитесь, по рисунку бой очень напоминает поединок Бивола против Сальвана Барреры. Да, особенно вот сейчас на этой стадии поединка. Но и Бивол показал, что в таких боях он может быть опасен до последних секунд боя. Да, есть у некоторых панчеров такая проблема, что если не попал в первые 4-5 раундов, ну или в первой половине боя, то во второй шансы выиграть досрочно значительно снижаются. У Бивола вот он удар, вот эту мощь огневую в себе несет вплоть до последних секунд поединка. И доказал это уже на высоком уровне. Да, Сальван Баррера подтвердит. Гораздо крупнее выглядит Айзек Челемба и атлетичнее. Но, как мы знаем, в боксе внешний вид решает далеко не все. Но Челемба больше, больше восстанавливает, очевидно. На взвешивание они оба уложились в 79,4. Я думаю, что Челемба вполне мог добавить 7-8 килограммов с тех пор. Ну, Бивол, я так понимаю, не больше 4-5. Да, в районе 4-5, где-то так. Может быть, для тех, кто профессиональный бокс смотрит не так давно, скажется удивительным, как за сутки 8 килограммов. До 10 килограммов за сутки восстанавливают боксеры. Картинка очень хорошая. Вот здесь уже сейчас, смотри, Экватор. Шестой раунд сейчас будет. Вонем, седьмой сейчас будет. Здесь уже на повторе немножечко попробуй. Ну что ж, не очень хорошо было слышно Роя Джонса, но последняя фраза покажи мне что-нибудь, покажи мне что-нибудь. Речь, очевидно, идет о каких-то домашних заготовках, специально заботливо приготовленных для Дмитрия Бивола. Но и Геннадий Машьянов теперь попросил Бивола включать повторные атаки. Посмотрим, покажет ли что-нибудь Челемба и будет ли повторно атаковать Бивол. Да, возможно, вот та манера, в которой действовал Бивол, она была как некой подготовкой почвы. Он заложил платформу и сейчас эти действия будут развивать. И мы как раз видим, Бивол включает комбинации, ведет себя очень активно. Ну и было видно, что Бивол боксирует с большим запасом. А вот что касается Челембы, то он на пределе. Сладается ощущение, что прибавить там особо-то и нечего. Бивол обманул. Обмануть пытался Челемба соперника, вращая плечами. А обманул в итоге Бивол. Ну вот Дмитрий немножко потягивает на себя соперника. В скорости Челемба уступает. И удары справа иногда получаются у него довольно размашисто. Ну и вообще боксерский арсенал Челембы на фоне Бивола. Это особенно бросается в глаза, очень ограничен. У козыри Челембы выносливость, он физически очень силен. Размах рук. И неудобность. Но пока что у Бивола все хорошо получается. Мы слышим, публика поддерживает Дмитрия Бивола. Ну вот несмотря на такое активное начало раунда, немножко успокоился Дмитрий. Сейчас может быть готовит концовку. Остается чуть меньше минуты до конца седьмого раунда. Пока что, я думаю, Григорий, вы со мной согласитесь, Бивол в доминирующей манере забирает бой в свою пользу. Ну, я думаю, да, 6-0 по раундам или 60-54 на данный момент. Седьмой мы еще не считаем, он идет. Ох, как хорошо справа-то попал Челемба. Так, прозевал, бивал эту атаку, вернее, контратаку, ловушку, которую приготовил ему маловийский боксер. Но, повторимся, Челемба совсем не панчер. Процент нокаутов в его карьере крайне невелик. И разового удара жесткого у этого боксера нет. Тем не менее, это, конечно, совершенно не повод пропускать. Да, все-таки удары, полутяжелый вес, это уже крупные, большие ребята. Здесь даже попадание, в кавычках, безударного боксера может быть, ну, образно говоря, безударного, да, может быть очень опасным. Седьмой раунд позади. Напоминаю, на кону титул чемпиона мира по версии WBA. Его обладатель Дмитрий Биол в красном углу. Пока что лучше во всех компонентах. И говоря о чемпионском титуле, к счастью, в этой весовой категории у WBA только один титул. Нет ни временных, ни супер чемпионов, просто один чемпионский титул. Неоспоримый чемпион. Да, можно и так назвать по версии WBA. Геннадий Машьянов говорит, теперь за этот раунд три взрыва нужно сделать. Был один взрыв в предыдущем раунде, в начале боя как раз. Но посмотрим, будем считать. Спокойно Биол начинает. Редко правую руку Челембо подключает. Не чувствует он в себе уверенности. Ну, здесь во многом из-за большой мобильности Биола и его потрясающей, в который раз повторюсь, работы на ногах. Я думаю, в полутяжелом весе это абсолютно лучший боксер в этом компоненте. Ну, Ковалев, наверное, тоже может как минимум поспорить в этом. Но Биол, да, в целом подинамичнее смотрится. Джебом попадает Дмитрий. Ну и угроза еще, которая исходит от соперника, она тоже приклеивает зачастую руки. Биол очень много финтит, работает корпусом. Джеб пропустил Дмитрий. По-прежнему мало что делает Айзек Челембо. Вот неплохая атака в его исполнении. Одна из немногих акцентированных за весь этот поединок. Но Биол принял без особых проблем на себя. Вот еще. Ну что ж, половина раунда позади взрывов пока что мы не увидели, о которых просил Машьянов. А он говорил о трех. Джебом точно. Ну вот разница в том, что Биол, как правило, если выбрасывает джеб, то попадает. У Челембы очень многие удары приходятся в защиту, либо летят по воздуху. Ну вот Дмитрий, такое ощущение, сейчас старается действовать наверняка. Вот попусту не тратить ударов. Если бить, то быть уверенным в том, что перчатка прилетит в цель. Да, публика немножко заскучала. Все-таки многообещающе начался этот поединок. Довольно активно, зрелищно и потряс Биллу своего соперника. Сейчас немножко подуспокоились. Ну а слышим, как поддерживают именно российского боксера. Зрителей в зале очень много. Россиян традиционно на вечерах бокса в США. Но уж на таких российских, конечно, и подавно. Через руку Челемба пытался атаковать. Левый боковой от Бивола. И джеб точно в цель. Ну что ж, пока в этом раунде взрывов мы не увидели. Опасный апперкот в этой серии выбрасывал Бивол. Но каким-то непостижимым образом Челемба сумела вернуться от него. Ну и плетется в свой угол канадский маловиец. Рой Джонс говорит, да, ты подустал, но он тоже устал. Рой Джонс говорит о том, что... Вот смотри, он попадал справа, и ничего не случилось, ты вылезал этот удар. Но поскольку он устал, он сейчас будет просто работать легкими ударами. Он не будет тебе серьезно угрожать. Поэтому работай и используй этот момент. То есть Рой Джонс считает, что Бивол устал. Именно поэтому Бивол не атакует жесткими ударами. Посмотрим. Но, может быть, есть определенная логика в его словах. Все-таки мы слышали о том, что Машьянов просил три взрыва за раунд, и мы их не увидели. Но время покажет. Хотя мне кажется, что в большей степени слова Роя Джонса имеют такой мотивирующий психологический эффект. Да, я тоже думаю, что Бивол скорее просто разыгрывает до верного. Он не чувствует момент для вот такой массированной атаки, и ее не проводит. У меня тоже не складывается ощущение, что Бивол устал больше, чем Челембе. Ну, и прямо скажем, Бивол вообще уставшим не выглядит. Судя по его передвижениям. Ну, и также мы отметим, что Айзеку Челембе уже на карточках этот бой не выиграть. Он проигрывает с большим отрывом. 8-0. Я не вижу, как можно Челембе хотя бы один какой-то раунд отдать из предыдущих восьми. И, ну, может быть, какой-то был более-менее ровный. Есть у судей такая практика. Если один боксер выглядит в доминирующем практически стиле, а потом какой-то раунд выдается ровным, его отдают в пользу того, кто в целом уступает. Вот. Но сейчас Челембе нужно делать что-то такое драматичное. Потому что по очкам этот бой он уже не выиграет. Ему нужны нокдауны, ему нужен, ну, грубо говоря, нокаут. Ну, это по нашей версии. Хотя мы знаем, что в истории бокса были случаи, когда на судей массовое помешательство нападало какое-то. И мы становились свидетелями необъяснимых вердиктов. Бывало. Но есть ощущение, что здесь все будет в порядке. Так что для Бивола, даже вот если в такой манере он продолжит боксировать без особых угроз, вот так легко, отвечая периодически джебами, он доведет этот бой до победы. Но при этом практически в каждом своем интервью Дмитрий говорит, что одной из его главных целей в боях является показать классное шоу для зрителей и запомниться им. Безусловно. Но мы просто так рассматриваем возможные варианты. Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Дмитрий прибавил, чтобы активнее действовал, почаще попадал и, может быть, даже закончил этот поединок досрочно. Потому что все-таки победить досрочно у такого соперника, как Челемба, это дорогого стоит. И это серьезная заявка. Хорошее было попадание от Бивола левым сбоку через квинт. И снова, как показалось, то ли потерял баланс Челемба, то ли ноги подогнулись. Мне кажется, Челемба вот настолько размашисто действовал, что действительно потерял равновесие сам. Ну, согласитесь, какая-то обреченность есть уже во взгляде Айзека. Тебе нужно наносить чистые удары, говорит Рой Джонс. Ты должен идти на него, ты должен загонять его. У тебя остается всего три раунда. И дай мне эти три раунда. Да, и подсказывают еще, что ты слишком далеко от соперника стоишь. Ты не достаешь до него. Тебе нужно поближе подходить. Ну, а это последнее приготовление Сергея Ковалева. Его очередной защите титула. По версии WBO. Крашер готов. Ну, и готов Дмитрий Бивол. Очередной уже десятый раунд. Так называемые чемпионские раунды пошли. Ну, посмотрим, как выполнит Челемба установки своего тренера, который сказал, дай мне эти три раунда. Имеется в виду то, что ты должен отдать максимум. Вот выложиться в эти оставшиеся девять минут боя и показать все, на что ты способен. Другое дело, что Бивол этого не даст. Да, и пока с реализацией тренерских установок у Челембы не очень обстоит в этом бою. И главная причина находится перед Айзеком Челембы сейчас. Это Дмитрий Бивол, который очередную успешную серию проводит. Ну, и вот бросился Челемба и опять не достал. Зато несколько раз попал Бивол. Пусть не очень акцентированно, но тем не менее. Ну, и Бивол, даже если он пропускает точный удар, он сразу же пытается ответить. Причем летит комбинация в ответ. Не просто одиночный джеб или одиночный удар, в принципе. Обычно это комбинация из трех ударов. Причем потом тут же повторная атака следует. Мне кажется, Айзек Челемба на протяжении всего боя испытывает те же проблемы, что и Мурат Гассиев в бою против Александра Уксика. Банально не может подстроиться. Потому что Бивол, постоянно перемещаясь, абсолютно под разными углами атакуя, просто не является статичной и удобной целью. Безусловно. Боксерского интеллекта Айзека Челембы не хватает для того, чтобы прочитать алгоритмы Дмитрия Бивола. Поэтому у российского боксера пока что по состоянию на середину 10-го раунда все так хорошо. Ну, Дмитрий Бивол просто выше классом. Вот и все. И у Айзека Челембы, ну, очень-очень мало шансов на какой-либо успех в этом поединке. Они просто призрачные. Да, и тают с каждой секунды. Он, безусловно, еще до боя все считали Бивола явным фаворитом в этом поединке. Ну, собственно, наверное, он и так, как ожидали многие, так Дмитрий и выглядит на фоне своего соперника. Он практически ничего не дал сделать Челембе. Ну, и Рой Джонс, судя по его довольно вялым установкам, кажется, понял это довольно быстро, что сегодня и мало что светит. Но, с другой стороны, даже в этой ситуации попробовать, ну, что-то показать, что-то сделать лишним не будет. Все-таки поражение, оно отбрасывает тебя, оно понижает твои гонорары. Но если ты все-таки попробуешь как-то проявить себя, хотя бы концовку сделать яркую, это все-таки пойдет на пользу однозначно. Даже в проигранном бою. Десятый раунд позади. Еще один, выигранный Дмитрием Биволом. Кстати, я не знаю, может быть, одежда такая у Роя Джонсона, но, по-моему, он серьезно поднабрал. Тебе нужно сейчас выйти и, в буквальном смысле, добраться до него. Но и опять Роя Джонс говорит о том, что твой соперник устал. Предпоследний одиннадцатый раунд. Дмитрий Бивол очень близок к тому, чтобы защитить свой титул чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе. Пожалуй, каждый из предыдущих десяти раундов остался за российским боксером. При очень большой симпатии к Айзеку Челембе, ну, один-два раунда можно попытаться отдать, да и то рискуешь быть непонятым. Да, я тоже ничего не имею против Челембы, но, если вот так по-честному, ни одного раунда не могу ему отдать. При всем уважении. Он достойный поединок, безусловно, дает сегодня Дмитрию Биволу, и я уверен, что после боя Дима скажет, что это был действительно очень хороший опыт, и многое он для себя открыл в этом поединке. Все-таки вот боксировать с такими неудобными соперниками – это дорогого стоит, и проводить с ними в ринге 12 раундов. Но, нет, Челемба не выиграл в этом поединке ни одного раунда, пока что. И даже если судьи отдадут ему пару раундов, это ничего не меняет для Айзека. Ну, и Дмитрий абсолютно на тихой волне проводит 11-ю трехминутку, практически не выбрасывает ударов. Передвигается на ногах, все видит, все чувствует. По-прежнему не в состоянии Челемба застать российского боксера врасплох. Неплохо. Ну, Дмитрий, он, да, движется постоянно, но, мне кажется, в его движениях немножко вот такая как бы резкость потерялась. Все-таки 11-й раунд, и двигается он очень много для полутяжелого веса. Ну, а с другой стороны, резкость здесь уже, наверное, такая и не нужна, потому что резкости лишился напрочь Айзек Челемба. Приставными шагами, очень медленно передвигается по рингу Челемба, и Биволу не составляет абсолютно никаких проблем выйти на удобную для себя дистанцию. Пытался в ответ на джеб, а также справа через руку, как особенно в начале боя он действовал. Правда, не получилось. Ее про Дмитрия Бивола. Челемба. Ну, вот сейчас, видимо, это максимум, на что он способен. И вот это тоже. Ну, вот при таком раскладе 11-й раунд все-таки, наверное, можно Челембе попытаться отдать. Но, с другой стороны, а зачем? Соглашусь. Итак, всего три минуты остается в этом поединке. Разочарованный, обескураженный взгляд Айзека Челембы. Не получается у него практически ничего. Да, была пара хороших атак, но все это было неубедительно. А вот теперь, говорит Рой Джонс, нам нужно его нокаутировать. Смелое утверждение. Нет, ну, он прав, по-другому этот поединок никак. Как два гвоздя, вот двоечку вливаю, в одну точку. Та-та-та. Провалил, левый-левый показатель, туда-правый. Понял? И сильно выхожу на левый боковой. Он хавает все левые боковые твои. Что в атаке, что в ответ бьешь левый боковой. Немножко боксерского сленга. Так вот, Джонс, безусловно, по ситуации в целом прав. Челембе нужен только нокаут, чтобы выиграть этот бой. Но не видно практически никаких, да не то, что практически, вообще не видно предпосылок для того, чтобы Челембе действительно мог хотя бы просто потрясти Бивола. Не говоря о том, чтобы попробовать отправить на настил. Ну, даже не то, чтобы потрясти, а вообще чисто попасть. Вот с этим очень большие проблемы у Челембы в данном поединке. Ну и ждем два гвоздя. От Дмитрия Бивола, который так просил Геннадий Машьянов. Ну и, кстати, тот самый левый боковой. Это классика Дмитрия Бивола. После двойки зачастую нарочито неточный. Бивол очень жестко на отходе пробивает левый сбоку. Уже множество раз соперники Бивола оказывались на полу именно после этого удара. Ну вот, видимо, все-таки к этому алгоритму Челемба подстроился, потому что мы не видим практически во второй половине боя именно этих левых боковых. В начале поединка они были, причем регулярно. Сейчас мы этого не видим. Хотя джебы залетают регулярно, прилетают точно в цель. Пытался левый боковой коротко попасть Бивол. Но Челемба оказался в неудобной для этого удара позиции. Ну, честно, Челемба пытается нокаутировать. Но, повторимся, его боксерский арсенал слишком мал для того, чтобы притворить это в жизнь. Не вечер Челембы сегодня. Пытался контратаковать Бивол. Минута до конца поединка остается. Довольно зрелищное начало и зрелищная первая половина боя, вторая поспокойнее. Но, в целом, преимущество Бивола, оно не поменялось. Оно как было, так и осталось. Я думаю, ценители профессионального бокса сегодня получили большое наслаждение от того, что продемонстрировал в ринге Дмитрий Бивол. Да, может быть, любители откровенной драки меньше удовольствия получили. Но, так или иначе, Бивол показал свой арсенал, показал свой уровень. И пока что 20 секунд до конца боя поединок у нас получается односторонним. Ну и главная задача, ведь, да, Дмитрий, конечно, ему хотелось бы выглядеть ярче. Да, победить нокаутом это всегда лучше, чем победить по очкам. Но, так или иначе, в конечном итоге победа есть победа. Итак, завершен поединок. В односторонней манере Дмитрий Бивол забирает этот бой. Думаю, мало у кого остались в этом сомнения. Потрясающее выступление российского боксера. Ну и, что самое главное, пояс WBA по-прежнему в руках российского боксера. Да, в 2016 году был завоеван временный титул. Потом, после пары защит, Дмитрия Бивола объявили полноценным чемпионом мира. И вот этот полноценный титул он защищал 11 ноября 2017 года. Было это в Монако против Трента Бродхорста, которого он зрелищно нокаутировал в первом раунде. Вторая защита была уже в Соединенных Штатах 3 марта. В эфире Первого канала вы могли этот поединок видеть. И там был повержен Салливан Баррера нокаутом в 12-м раунде. И вот сейчас, кстати, Сергей Кузьмин сзади. Российский супертяжеловес, которому предстоит бой в Великобритании в сентябре. Друг Дмитрия Бивола. И вот сейчас третья защита пояса для Дмитрия. Но еще раз отметим, что во второй раз вместе в одном вечере свои титулы защищают Бивол и Ковалев. Ковалев скоро выйдет на ринг. И очевидно уже, ну и естественно менеджер Сергея Ковалева в разговоре, когда я с ним общался, не стал это отрицать. Он практически открыто сказал, да, это действительно так. Их ведут навстречу друг другу. Да, ну и можно добавить, что свою часть работы Дмитрий Бивол на сегодня выполнил. Ждем официальный вердикт. У двоих 120-108, то есть 12-0 по раундам. И 116-112, то есть 8-4 по раундам. Целых 4 раунда нашел этот судья. Но тем не менее... Дмитрий Бивол, третья защита титула. Единогласное судейское решение. Ну и заставил Дмитрий Бивол своим выступлением Майкла Баффера правильно произносить свою фамилию. Наконец, потому что до этого Баффер ставил ударение на последний слог, даже во вчерашних взвешиваниях и официальных мероприятиях. Вот теперь Баффер подучил и, думаю, запомнит. Дмитрий Бивол по-прежнему чемпион по версии WBA. Потрясающее выступление российского боксера. Окончательное, я думаю, теперь Бивол утвердился в звании одного из сильнейших боксеров не только данной весовой категории, но и мира. Ну, до десятки, конечно, еще пока нет. Там Сергей Ковалев, кстати, находится. Но поступь у Бивола уверенная. Есть потенциал в десятки лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, оказаться. Говорили мы о том, что полутяжелый вес вообще практически оккупирован российскими боксерами. Напоминаю, из четырех титулов три находятся в руках наших соотечественников. Это Дмитрий Бивол, WBA, Сергей Ковалев, WBO и Артур Бетербеев, IBF. WBC пока что вне предела.